Здравствуйте, вы смотрите программу Актуальное интервью в студии Надежда Саханская. На этой неделе мы празднуем Всероссийский День Любви, Семьи и Верности. Праздник отмечается в стране по инициативе депутатов Государственной Думы с 2008 года. Наш гость в студии Александр Подголов, председатель Ассамблеи народов Якутии и заместитель директора Центра социально-психологической поддержки семей и молодежи. Александр Григорьевич, здравствуйте. Здравствуйте, Надежда. Вы ведь не только руководитель Ассамблеи народов Якутии, но и многодетный отец. Что для вас значит этот праздник? Да, вспомню, что я многодетный отец, хотя мои дети очень большие уже. Для меня праздник День Любви, Семьи и Верности, в первую очередь, это символ Новой России. Знаете, у нас раньше были праздники старые, такие российские, это там Пасха, Новый год, Рождество. Потом появились новые праздники, да, 7 ноября, 23 февраля, 8 марта. Ну а в 90-е годы, когда у нас пошел слом вообще идеологии, слом социального строя, у нас стали появляться новые праздники. Это День России, День Народного Единства, 7 и вот в 2008 году вспомнили, что у нас давным-давно есть религиозный параздник, который посвящен двум святым, княгине Февроне и князю Петру. И мне кажется, что это как раз приоритет развития нашей страны. Это как бы платформа, это основа нашей страны. Вот этот праздник. Потому что в нем говорится в первую очередь о семье, о любви и о верности. Поэтому для меня это все-таки праздник, это больше сейчас символ новой России. Вы также заместитель директора Центра поддержки семьи и молодежи. Какую помощь у вас могут получить семьи? Ну, у нас он и называется, да, Центр семьи. Поэтому мне бы хотелось сказать, что у нас оказывается всесторонняя помощь семьям, как индивидуальная, так и групповая. Тут лучше всего, конечно, если вот наши слушатели запишут телефоны. Например, у нас есть горячая линия психологической поддержки. Это 8 800 135 50. Всероссийский детский телефон доверия. Это 8 800 2 122. И мобильная кризисная служба. Это для, если вы увидели, что где-то совершается насилие над ребенком, там физическое, там сексуальное или еще какое-то, надо звонить по телефону 8 800 100 22 83. И у нас психологическая помощь оказывается бесплатна. Для этого просто необходимо записаться по телефону 39 91 09. 39 91 09. И там с вами поговорят, решат, кому лучше к вам пойти и с кем лучше пообщаться. Ну и кроме этого, есть у нас еще и сейчас портал свой. Он Пси Саха Ру. Там тоже можно и записаться, выбрать себе психолога. Поэтому я советую здесь, мы этой теме вообще можем посвятить очень долго, потому что у нас и очень профессиональные психологи, которые могут проводить и групповые занятия для нескольких семей, могут индивидуально с каждым человеком работать. И самое главное, мне кажется, наши люди должны понять, что психиатрия и психология – это разные вещи. Потому что когда начинаешь со мной разговаривать, я говорю, почему бы вам не сходить к психологу поговорить, а человек сразу же отвечает, я что больной? Понимаете, психолог и психиатрия – это, конечно, разные вещи. Поэтому нашему обществу еще необходимо психологизироваться, и надо начинать, конечно, с семьи. Поэтому я призываю всех, пап, мам, не бояться идти к психологу, работать над собой, работать над своими комплексами, работать на взаимодействии с семейным, в первую очередь понимать своего ребенка. Вот здесь я с вами, конечно, соглашусь. Но вот скажите, 8 июля – это все-таки религиозный или больше светский праздник, учитывая, что это символ новой России? По моему мнению, да? Вот знаете, вот меня радует, когда, например, ваше поколение, которое в основной массе своей, к сожалению, да, атеисты, ну, неверующие, еще не пришли к Богу, но при этом все с радостью отмечают Рождество, все едут на кладбище, родительский день, да, Пасха, все почему-то отмечают верное воскресенье, обязательно выходят, да, и вот этот же праздник, 8 июля, мне кажется, тоже будет, пусть пока он будет светским. Тем более, что есть указ президента о том, что это Всероссийский день семьи, любви и верности. Но не надо забывать, попробуйте, например, вот вы, Надежда, 8 числа в 9 часов утра сходите в Преображенскую церковь на божественную литургию, которая будет посвящена святым князю Петру и княгине Февронии Муромским. А накануне 7-го в 16.30 там начнется бдение, всенужное бдение, поэтому можно начать с этого, сходить, например, просто. Ну и тут надо сразу добавить, что 7-го числа вот этому празднику будет посвящено очень много мероприятий в нашем городе Якутске, в том числе и практически во всех районах, в лусах республики. Например, глава республики Айсен Сергеевич в Доме дружбы народов будет вручать награды лучшим семьям, ну или многодетным семьям, знаки различные. В этот же день в Доме дружбы народов состоится праздничный концерт. Действие такое, в котором будут рассказываться и о семьях многодетных, и вообще о интересных различных семьях, и о творческих семьях. Очень такой будет очень интересный. Поэтому, начиная с 3-х часов, можно туда приходить, смотреть и радоваться за такие наши семьи, которые будут. Поэтому вопрос такой риторический. Пока, наверное, это праздник больше светский. Но праздник еще молодой, ему чуть более 15 лет. Ну да, но дело в другом. Люди-то верующие, да? Они-то его отмечают с 16 века. Поэтому хорошо, что мы подключились. Вы знаете, почему? Вот меня, например, когда я был директором школы, я, например, запрещал своим ученикам отмечать такие праздники, которые навязаны были нашими западными друзьями. Хэллоуин и День влюбленных Святого Валентина. Дело в другом. У нас есть свои праздники, у нас есть свои традиции, у нас свои обычаи. А эти праздники это католические. Да, они христиане. Но праздники, даже если брать католиков и нас православных, у нас совершенно разные отношения и к службе, и к Богу. И даже если вы посмотрите на какие-то каноны, которые из католической церкви и в православной церкви, это большое различие. И поэтому такие праздники, как Хэллоуин и Святого Валентина, они нам не нужны. У нас есть свои праздники. Тем более, вот, мне очень кажется, очень красный, классный, очень хороший праздник, День Семьи, Любви и Верности. Александр Григорьевич, вы пришли сегодня к нам не с пустыми руками. Да. Не то, что с пустыми, я решил это похвастаться. В 2009 году, когда у меня была серебряная свадьба, в 2009 году, и мы в этот же год с моей женой повенчались. Владыка Зосима нас венчал Преображенской церкви. Меня в том же году и мою жену Ларису вот наградили вот такой медалью. Вот. Ну, нашей семье. Вот. Вот. И вот такое удостоверение. И поэтому у меня много различных медалей. Но у нас, вот мы с женой гордимся, что вот у нас есть одна медаль на двоих. Она, наверное, самая ценная. Ну, наверное, потому что это все-таки какая-то все-таки оценка нашей семьи. И мы как раз эту награду получили как раз из рук тогда была вице-президента Евгения Савинова Михайлова. В этом, в овальном зале вот нам с Ларисой вручили вот эту, вот эту медаль. И вот такие значки ромашки. Ну, тяжело вытаскивать. Время уходит. А если говорить о нематериальных ценностях, что самое дорогое в семье? Ой, ну, мне кажется, это все приходит с годами. Вот люди молодые, они больше, конечно, думают. Вот я иногда тут разговариваю, там, джип, там, нужен двухсотый обязательно, там, дача там трехэтажная, там, квартира 400 квадратных метров. А мне кажется, конечно, здесь лучше в семье, когда есть взаимопонимание, любовь, доверие друг к другу. И это приходит с годами, и это ты только по-настоящему начинаешь ценить, мне кажется, после 50 лет. Сейчас, Надежда, мне кажется, вы даже меня немного не понимаете. Долгий путь придется проделать. Ну, да, кажется. Но хотя, может быть, я ошибаюсь. Потому что с годами все равно понимаешь, что материальное это материальное. А все то, что у тебя духовное, то нравственное, оно тебе больше пригодится в жизни дальше. И правильно уже говорят, когда ты подходишь к концу своей жизни, ну, ты все равно с собой это все не заберешь. А мне кажется, что лучше остаться настоящим человеком в памяти людей. Что-то какими-то хорошими делами, какими-то воспоминаниями, которые бы люди вспоминали тебя хорошим словом. Я думаю, это гораздо лучше. Ну, и в семье это главное. Скажите, а как вы относитесь к такому движению, как Child Free, которое в последнее время стало очень популярным? А это вот расшифрутить английские слова? Child Free – это, в общем-то, когда отказываются семьи и взрослые люди осознанно от того, чтобы заводить ребенка. Ой, нет. Вот мне кажется, вот все, что сейчас происходит на Западе, вот они просто стали сторонниками дьявола, они, по-моему, сами себя уничтожают. Понимаете, мне... Я спокойно относился вот к этим различным сексуальным меньшинствам, ну, и мне их жалко было. То есть, бедный тебя Бог покарал, ты даже не можешь иметь детей. И тебе совершенно... Ты не хочешь быть мужчиной или ты не хочешь быть женщиной. Вот. А когда сейчас еще многие осознанно начинают, при этом не меняя пол, а отказываться от детей, я вообще не понимаю тогда, а смысл вашей жизни для чего? Смысл? Какая разница тогда между вами и коровой, которая ходит по полю? При этом корова от нее там все равно хоть какое-то потом-потомство будет. А вы? Что? Поэтому я очень отрицательный. Ну, я запомнил то, что вы сказали. Я вот это английское... Я пытаюсь специально игнорировать вот эти иностранные названия и прочее, да, потому что мне кажется, что у нас есть свои слова, есть свое обозначение гораздо лучше. Но я очень отрицательный отношусь. И мне не понять этих людей, которые сами себя, свой народ, свои... Все уничтожают. Ну, просто не понимаю. Вот многие... Я просто не могу это объяснить, когда еще и сами отказываются. В то же время, почти в преддверии праздника у нас родился миллионный житель в республике. Ага. Это... Я же вот веду социальные сети, да, Надежда? И я даже пост написал. Дело в том, что так получилось, что я, оказывается, второй раз стал свидетелем рождения миллионного жителя в Якутии. В 85-м году я как раз работал, начал работать в комсомоле. И мы тоже радовались и праздновали рождение миллионного жителя в Якутии. Это был Василий, по-моему, фамилия Герасимов. И вот сейчас мне пришлось еще раз праздновать, да, что у нас еще одна девочка родилась и опять миллионная. Я надеюсь, что больше мы не будем убывать, а мы будем только прирастать и более, гораздо большими семимильными шагами. И через какое-то время мы будем с вами уже праздновать двухмиллионного рождения ребенка, там, трехмиллионного, четырехмиллионного. Это было бы здорово. Поэтому на самом деле я всегда радуюсь рождению детей. Будучи начальником в различных организациях, вы знаете, многие же начальники не приветствуют, когда их работники уходят в декрет. Я тот человек, который, наоборот, приветствует. Я за то, чтобы женщины рожали как можно больше. Ну что ж, Александр Григорьевич, я очень рада, что вы пришли сегодня к нам в студию. Мы так с вами хорошо, тепло поговорили. Приходите к нам еще. Спасибо. С праздником. С праздником. Ну, а я напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». Берегите себя и до встречи в эфире. Спасибо.